Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителям моего канала. Сегодня распаковка, вывалил все из коробочки. Посылка из F-магазин, не удержался и потратился немножко на 11.11, то есть на распродаже. Ну, не сильно большая распродажа была, но цены были приемлемы. На 2226 рублей потратился, сейчас будем подглядывать, что сколько стоило и, соответственно, что было куплено. Готовься они летом, в основном, конечно, летние приманки, ну и немножко для начавшегося сезона. Так, давайте слева направо. Блесна Freeway и блесна от фирмы Namatsu. Я думаю, Freeway все-таки лучше сделан, ее надо будет сейчас открыть и посмотреть. Потому что Namatsu Dayana брал, ну так, на троечку с минусом, с плюсом. На троечку, ладно. Обе с заказом под Финляндию. Что там, Kusamo, профессор. Смущает, что они оснащены наоборот. То есть здесь, видите, бусины нет. Здесь бусины есть, но тройники к разным концам, блесные, прицепленные, изгиб разный. Надо будет посмотреть, что на что больше похоже. Потому что Freeway, мне кажется, ближе к, может, по поэту. Они, по-моему, питерские или калининградские. В общем, что-то наше, насколько я помню. Так, а эти вообще китайские китайцы, но наши. Город Омск, импортер, производитель Namatsu Fishing Company. Куда, где. Так. В общем, Китай. Как обычно. Совсем Китай и не совсем Китай. Так. Ну, распаковываем смотр. Это у меня, как одному из комплектов, я потом покажу, какому. Если оно по весу пройдет. А то они все врут. Так. Это одно. Вот и другое. Вот эта упаковка мне больше устраивает. Так, изнутри просто блестящее. Никаких надписей весов. Весов, весов не указано. Один с половиной грамм на упаковке. А на МАЦе указано 12 грамм. То есть, практически одно и то же. Единственное, что здесь. Сниму я трубочку или нет. Крючки приличные. На фривей заявлено вообще мустат. Так. А здесь чего заявлено? Ни-ка хрен его знает. Тоже мустат. С-е. Не знаю. Не очень похоже. Это на мустат, конечно. На обычные черные с Алиэкспресса. Но, может, наговариваю. В целом, довольно аккуратно и жало. Так. Ну, вот эти... Вот это вот больше похоже на мустат. Так что не надо мне рассказывать, кто из них мустат. Так. На МАЦу я не верю. Я их несколько блесен брал. Правда, ни разу не разловил. Брал только колебалки. И только из-за того, что мне нужны были а-ля какие-нибудь скандинавские блесны племанки. Поэтому брал то, что дешево стоило. И напоминало их. Вот так вот, смотрите. Заявлено 12 грамм. 13,8. Почти 14. Хорошо, когда спиннинг до 15. То есть, теоретически проходит. Дальше. Фри-вэй. 10,6. А заявлено 11,5. В меньшую сторону чуть-чуть. Но лучше в меньшую сторону, мне кажется, ошиблись. Цвет был только такой. Поэтому посмотрим, вообще работает или крутится будет с таким изгибом. Так. Упаковки надо убирать. Коробку обратно. Так. Дальше. Аквавские ятушки я не покупал до этого. Брал только воблеры и балансиры когда-то. Тут вроде по цене было немножко подешевели они. и стало возможно их купить. Так. Вот эти две. Называется модель хрезает как. Не написано. Санкт-Петербург. Дальше. Аквава. Сейчас найдем. Так. И тут только артикум, к сожалению. Так. Ну, ребята, вы чего? Могли бы много всякого написать, как обычно любят производители себя хвалить. На вид качество вполне себе приличное. Светоотражающие наклейки присутствуют. Яркая трубочка на тройниках есть. Острые тройники. Написано хендмейт. Ручная сборка, я так понимаю. Потому что тут уж совсем хендмейт вряд ли получится. Ну, качество приличное. Так. Давайте к намацию вернемся и к фривэю. Потому что так. Фривэй, 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 фривэй. Да е-мое. Где я тебе искать-то? Ну, купил три километра. Так. 69 рублей. Называется комбер. Номер один. Так. Намацию даймонд. Офигеть, бриллиант называется. 75 рублей. Лучше пиакомберов два взял. По качеству изготовления эти мне как-то больше нравятся. Дальше. Так. Аква. Так. Я вот это помню. Вот это называется Shell. А тут написано как раз 5 грамм. С очень богатой опушкой. Довольно хреново. Да нет, нормально закреплено. Так. Медная и желтая. А я заказывал по-моему в стальную и желтую. Ну вот. Так. И это Bullet у них небось называется. Да. Bullet. Пуля. Вот там на пулю похожий грузик своего какого-то этого дизайна. Так. По 5 грамм. Ну давайте смотреть. Так. Аквашелл. 77 рублей вот эти. Так. Аквабуллет. Эсти Буллет. 74. Эстонская пуля. Так. Не Аква. Кто еще? Где еще одна Аква? Так. 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 Леску вижу. Блин. Хрен поймешь. А. Калан. Ну на самом деле колонель она конечно изображает блесны от фирмы как раз Бальцер колонель так что эти такие а-ля ретро потому что то что сейчас делает сам Бальцер выглядит гораздо хуже чем то что сделала Аква. Так. Заявлено ничего не заявлено А что там в колонель может здесь что написано Калан 3 грамма Ну честно говоря довольно массивный груз вряд ли там 3 грамма скорее всего больше Так. Блин. Нифига себе Это можно без рук остаться Такие скобы отрывать придется Открывашкой О! Отлично пошло Так. Открывашка наше все Так. Изнутри ничего Грузики интересно сделано Лепесток чуть короче чем хотелось бы Я не знаю так задумано Но на самом деле да Дальность полета по-моему у колонеля и так же была у старых О! Нормально сделано аккуратненько Так. Давайте посмотрим сколько такая весит Куда в девачовку складывать Так. Заявлено 3 грамма Я не верю Хухухухуху И правильно делаю 4,7 грамма Нифига себе Откуда они этот вес взяли В смысле магазин Почти 5 грамм Ну Ребята Вы даете Это Если Человек со спиннингом до 3 граммов Берет 3 граммовую как вверх своего теста Теста по весу своего спиннинга И у него получается Фиг вам То есть Просто ломается спиннинг Верхшинка Ну Это несерьезно Так. Все Довольно аккуратно Только Единственное что более-менее увесисто получило Так же 4,6 граммов Нормально Так. Ну Что я могу сказать Могли бы хоть что-нибудь написать Во-вторых Блин Эти скобы Конечно Надежно Но я Даже Вытащить Из картона Не могу А не там Прибита Так Прибита Хрен Так. Дальше Убираем Акву Аквашелл Шелл Это Раковина Ну Видимо Ракушку Изображает Ну Кто Название Придумал Ракушка Чуть-чуть По-другому Оформлена Санкт-Петербург Написано Аквашелл Очень лаконичные Ребята Могли бы Хоть себя Немножко Похвалить Но я Люблю Наших Покупать Потому что Во-первых Наши Во-вторых Зачастую Из-за того Что им приходится Теперь еще И с китайцами Соревноваться По цене Качества То Выходит Неплохо Чаще всего Ну Если Это изначально Не китайская Конечно Да господи Ну что такое Срезать Тикарти Ну блин Впор мультитул Называется Класс себе На распаковку То есть И Трубочки Не снимаются И упаковки Не разбираются Очень Разлапистая Опушка У этих У глюзин От Аквы Так Следующим образом Выглядит Понятно Что оно намокнет И разойдется Но сейчас Это конечно Довольно Неопрятно Сделано так h2 шарик а это она так вот и съехала ты думала еще и клинит нормально застежка должна фиксировать было грузик на самом деле сдвигается легко вперед ну вращается нормально грузик из трех частей оказалось состоит то есть он не не крашеный там это а два получается конуса и вот такая не знаю кусок резьбы и два шарика ну в целом неплохо так 77 рублей нормально когда они по 100 с лишним рублей были нафиг они нужны есть другие варианты а вот за уже запутался где открываешь за 7 7 рублей вполне себе приемлемый вариант были опять вытащить не могу так я не знаю вот надо все таки акве что-то делать да потому что от кого в открытом виде все это дело хранится не очень опрятно на выходе достаточно конечно прочные кондола но в каком-нибудь блистере был бы наверно более сохранно полезется не люблю когда вот эти трубки не снимаются на дно морока с одной стороны да молодцы что есть там крючки закрывают в кармане таскать можно толку то весь изведешься пока ее снимешь у некоторых нормально бывает производитель снимается опять такая же лохматня так аквашелл заявленный вес 5 грамм ну что-то около того но я больше думаю больше путь окажется больше пяти четыре с половиной тут наоборот недовес то есть они практически одного веса 46 так дальше тут тоже 5 грамм вот такая упаковка не больших устраивает ну правда выглядят по простецки но по крайней мере я надеюсь что она откроется так она заклеена или нет когда молодцы тут очень написали бы атака кого фишинг . нет и фишинг текл и не написано что она санкт-петербурга застеснялись что довольно интересно сделано да но проволока конечно от души и вот это вот здоровенный кусок хэндмэйт могли бы и срезать скорее все крутить будет детальки то сделано аккуратно но собрано не очень хорошо и толстая проволока 5.2 5.3 все равно перевес к сожалению связи с весовой культурой ай-яй-яй со сборкой более-менее прилично самыми аккуратными оказались вот эти коланы которые себя колонели бальцеровских изображают полковников упаковка сомнительная хотя в принципе ничего такого прямо совсем уж отвратительного нет но такие в блистере хоть и простенько выглядит но гораздо более удобно распаковывать она же все одноразовое к сожалению так дальше учет у нас атаку это еще флюрокарбон 014 это я учил для себя взял для зимы для начала зимы есть у меня одна идея я решил что леска это неплохо флюрокарбон был бы еще лучше флюрокарбон 30 метров где-то тут 83 рубля я думаю предельно на вид похоже да что это флюрокарбон пока на вид давайте мы сделаем хрен там они нифига на никто не флюрокарбон и на зуб возможно покрытие с флюрокарбона уголька не образуется только флюрокарбон такой пошел флюрокарбон сто процентов не уверен вот здесь как раз все кучу кучу всего написано и на английском и на русском соответственно высококачество флюрокарбоновая леска произведена из pdf сто процентов поле винил так поле винил динфаторит в японии по заказу во всем виноваты японцы сменили форму какое только название нет фтора углерод флюрокарбоны оказывается вон она как петрович так дальше есть такая контора и знаю есть или еще или было называется домики это корейцы и видимо старые запасы потому что совсем за недорого 90 рублей по моему стоили что это да и тот да и другой свим это вот такой твичинговый воблер у меня другого цвета есть что-то звезд с неба не хватает но сделано аккуратно и в целом за 90 рублей почему нет и саиме иногда вполне себе работает на равномерный провод такая с лопатой заглубляющаяся модель твичингом я не знаю там продернуть можно или нет у меня несколько видов есть очень хорошие тонкие крючки хорошая фурнитура но у них как-то такое ощущение что просто я их не понимаю некоторые воблеры у них берешь он прекрасно сделан воблер не этот эти гречи работают другие какие-нибудь от этой же фирмы но может вообще никак не работать то есть я не знаю как его анимировать для чего она предназначена а это понятно вполне то есть хорошо работает на равномерке стоп ингу и вероятно твичинги тоже так заявлен вес сколько они сколько не написано странно ночью 70 миллиметров это наверно вся вместе с лопатой то есть он покороче плавающий вес не вижу вообще потому что вот на это есть наклеечка по 6 сантиметров и 2 грамма а здесь почему-то не указано только цвет что он этот спайл ход таги на мой взгляд очень даже аккуратно глаз радуется не знаю может еще потом как-нибудь купить приятные вроде это расцветочка достаточно качественные воблеры не чита китайцам ну китай сейчас тоже хорошо так стать ранним китайцам вот у своими прекрасные сделаны соединил дамить их прекрасной упаковки к сожалению вот в хлам и все так даже свои крючки какие-то я уже разобрал название не понял так внутри там шарики есть а только почему-то в передней части а в задней головной камеры есть а шариков нету 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 два шарика в передней так такая для чистой воды я думаю очень хорошая расцветка такая вот она слегка прозрачная радужная какая-то так 2 грамма заявлен 2 и 1 вот ребятам одну 2 и 2 бог с ним кольцо заводное снять примерно получится вот эти радуют надо будет еще какие-нибудь взять просто в заказку я думаю как они кончатся и с концами все так дальше что тут у нас есть вертушки от итальянской фирмы мозг а так black star с панто это с точками дальше лангет с синими точками медная и лангет желтая это медная так все что 4 я их пожалуй отцу отложу подарю на новый год потому что у меня такие есть я посмотрю может конечно меня чего не хватает но вообще смысл такой был достаточно хорошие качественные итальянские вертушки стоит недорого тем более вот по и по этой распродаже 60 59 67 где-то еще 4 это где мозг и 60 то есть сравнительно недорого все это дело с учетом еще скидки этого постоянного покупателя будет еще дешевле так я не помню не было скидками или не было так есть так вот это тоже она еще взвесим вот такие вот штуки вырезали продажу я купил ну хотя довольно дорого 64 рубля насколько я помню стоило дина есть это для блесен мэпс головы то есть такими люсекс и например оснащены у меня есть несколько блесен которые не оснащены но я га но не но не имеют и осевого грузика фактически утра лайтовыми какими-то снастями забрасывать можно но вот с головой она во первых правильнее во вторых оказались достаточно эффективны и блесны на оси в это пока этим летом я это комплектом и ловил они работали очень прилично поэтому решил правильные 37 чуть-чуть недовес заявлено 4 грамма встроенный поводок застежка застежка насколько помню неудачная то есть это будет проблемное и расстегнуть застегивается она на ура вот расстегнуть ее чтобы поставить на голову смысле на перед часть блесны голову на свинцово будет проблемно немножко здесь вот надо достаточно плотно зажать можно наверно сначала крючочек этот подогнуть надпись maps и вес то есть бывает там 7 грамм бывает вот 4 редко просто их практически нет продажи ты тоже опять какие-то старые запасы где-то копнули ну ладно за цену блесны фактически пришлось их брать так попались вот такие балансеры кем фишер силу river . русские а я думал что они какая-то где где-то было написано что корея какая на хрен корея опять наши молодцы и мне очень понравилась расцветка я продобрал 2 так кривые не пусть опять нет ровный относительно чуть-чуть чуть-чуть там и петлю одну сдвинули так на окушка маленько очень сильно похоже у нас на пруду куча вот таких вот окушков миленьких прям точно такого же размера очень похоже теперь просто по расцветке крючки острые но тройники наверно с капелькой если возможно будет поставить поставлю так и такой же заявлено 6 граммов размер хороший качестве изготовления очень приличная так не знаю как но насколько там будет держаться лоб из задней все время отлетает где-нибудь и в основном конечно в ящике приходится что-то колхозить так что там опять со с ровностью с кривостью а вот тут скривили до хвост кривой ну а посмотрим придется наверно подгонять или будет по кругу сам летать эх порадовался сначала за качество 6 и 3 6 и 2 то есть это практически один в один ну чуть-чуть скривили у них тут окажется бумажка бумажка бумажку закрывает все предусмотрим то же самое зачем kingfisher.ru и там и там по-английски написано все тоже мне ру ну так такие это вот как это зиме вместе с так два колонеля маленьких у меня подобные блесны но из этой серии есть несмотря на какую-то в целом корявость и незатейливость довольно толстая проволока довольно смешно сделан у них грузик по моему там отдельно сделан если ничего не путаю сейчас проверю лепесток прям чуть-чуть короче чем надо у меня были справа с черной наклейкой и точками и с серебристой наклейкой оказалось довольно эффективный плюс на как ни странно они обычно больше сотни стоит ну сейчас а тут были по так чего там 82 рубля но решил парочку чтобы взять чтобы уж было и побольше я там еще летом покупал блин вот это их дурацкая стяжкой крепление еще порезаться осталось не зачет так может сегодня прям очень нужно нет это просто криво мне почему-то показалось что она грузик болтается блин а мне кажется были такие а вот почему это помню здесь быстро система быстрого съема крючка можно видеть и одинарник поменять на тройник было бы желание возвращается хорошо его будет неплохо так полтора грамма заявлено 17 перевес небольшой так выпрямляем 16 почти почти к сожалению уже попу с немецким бальцером это практически никакого отношения не имеет внутрь все это осталось и вроде делает что-то похожее но немного другое ну вот так бакси вот к садаки основной плюс ну форма естественно не вполне себе рабочий вариант и цвет должен быть другой но их 20 штук обычно часто 10 и 6 норовят там и 9 положить приманка тут 20 достаточно надолго хватает только них жрет ну еще ряд куда уж от них так два испанца мапсова они же люкрес так здесь называется ensign я уже так выбрал имитация намотки проволоки потому что на старых если даже на старых мэрса были грузики виде навитой проволоки как ни странно и вот это здесь интересный рисунок здесь тоже свой свой рисунок на песке а здесь такой крылья жука называется спарк спарк это нет спарова это что-то там почему-то мне кажется с каким-то жаврунгом связано но мне кажется ошибаюсь так вес есть нету 0 размер указан качество у них сборки всегда хорошая но к сожалению например те же блесны ридер ридер не знаю ридер который на аглия похож ну довольно посредственные плане того что закручивает леску эти по моему хорошо работают ой укатилась ну все так дадим стакану устаканиться два с половиной грамма я думаю так и было этим я верю молодцы подмяли под себя рубля рублик с которой блесны у нас называется и выпускают как раз те которые были то есть не поменяв них ровно счету ничего на некоторых может быть надписи поменялись так это размер 2 тоже мне кажется вполне такая аутентичная ретро выглядит то что минимальная ведь только одна бусина одно тяжелое грузило в виде на навитой проволоки хотя это не ненавитая проволока просто грузик монолитный и классический лепесток вытянутый 47 лететь должен конечно как пуля так ну и упаковка ведь вроде простенько легко снимается а крючки то я даже не помню было там этот закрытая или нет сняла легко и ничего нигде не зацепившись так претензий к этим производителям у меня обычно нет и вот эти все-таки решил взять от фирмы дуэль называется по блесна просто пластинка палец пун мало того что палец пун так она еще и пластиковая 2 грамма разноцветный взял на фото выглядел как красная она коричневая вес обеспечивается вот этим стальным шариком все это для вовле форели конечно но посмотрим рыба хоть какая-нибудь на это безобразие клюнет или нет простите давайте одну какую достанем стоили они 7 7 рублей были еще дешевле до подорожания закашлялся такая вот маленькая совершенно пластинка напоминает скорее всего не за брелок красный тоненький крючок с зазубринкой вообще никакого изгиба нет ведь просто пластиковая пластинка и шарик шарик тоже ну просто утоплен в клеем 17 прете заявлено 2 грамма что же был бы я собираю полтора грамма взял бы интересное оформление виде какой-то прям марки палец пун так так что вот такие закупки недорого и сердито на мой взгляд то есть получается 3 колебалки от дуэль 40 штук бакси 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 одна упаковка стоит где на есть к садака вот тут 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 76 рублей на мой взгляд по-божески 4 головы мэпсов мэпсовских мэпсовых так 2 колонели z 2 блесные от люкрес 4 блесные от итальянцев мозга так дальше ошметки уберу флюрокарбон который хрен знает что мы будем считать что все-таки флюрокарбон 30 метров 2 балансира маленьких 2 колебалки достаточно больших но регуана не по форме до почти совпали не нифига разный имитация одного и того же курсом профессор никого самого профессора имитация рептигенца дальнейшее как бы развитие или пиратская копия так 6 штук блесен от аквы и 2 воблера от доники ну я считаю довольно прилично получилось и по деньгам вполне себе такая вот кучка получилось ну там больше двух тысяч немножко ставил лайки дизлайки заходим в магазин хотя они мне нифига ничего не платят просто иногда там вполне себе нормальные цены бывают ну это не реклама я посмотрю что там еще можно купить может еще какая будет распродажа запас карман не тянет как выяснилось мои те же закупки массовые как мне казалось блесен мэпс рублей до военные оказались вполне к месту потому что сейчас блесена этих либо нет вообще либо цена выросла люди не стесняются уже там по 400 рублей по 500 за блесну просить если продавцы я стараюсь теперь то я старался рублей за 50 блесны брать там примерно теперь в пределах где-то сотни ну и смею вас заверить это все еще возможно и даже японские и блины и испанские и корейские все это дело вполне себе умещается в 100 рублей что довольно недорого все всем пока